Здравствуйте, с вами снова Ирина Ботнер, и сегодня мы с вами будем говорить о таких двух временах английского языка, как Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous. Мы сравним эти два времени, посмотрим, как они образуются, чем они отличаются и чем они похожи. В конце этого урока у вас будет возможность сделать практическое задание, тем самым закрепить все знания, полученные во время нашего коротенького урока. Итак, если вы готовы, давайте приступим. В первую очередь давайте вспомним, как образуются эти времена. Present Perfect Continuous. Обратите внимание, само название Present Perfect Continuous состоит из трех слов. Соответственно, запоминаем, что это время будет состоять из трех глаголов, а именно have или has, been и инговая форма главного глагола. Например, I have been waiting, you have been waiting, he, she, it has been waiting, we have been waiting, they have been waiting. Посмотрим на Present Perfect. Present Perfect. Название состоит из двух слов. Соответственно, для образования этого времени мы будем использовать два глагола. Have или has плюс третья форма глагола. Или называется Past Participle. Например, Поговорим о том, как правильно использовать эти времена. Начнем с Present Perfect Continuous. Пример. We have been painting the flat. That's why it smells. We still have two rooms to paint. Посмотрите на схематическое изображение этого предложения. Данное время показывает, что мы начали красить в какой-то момент в прошлом. Действие наше длится уже определенный период времени. На данный момент действие все еще продолжается. Таким образом, мы видим, что действие длительного характера и тесно связано с моментом речи. Итак, мы будем использовать Present Perfect Continuous в тех случаях, когда захотим подчеркнуть само действие, его длительный характер и незаконченность. Для сравнения, давайте рассмотрим пример с Present Perfect. We have painted the flat. All the rooms are painted now. Как видите, Present Perfect подчеркивает не длительность действия, а его результат. Мы покрасили квартиру. Все комнаты покрашены. Действие окончено. Действие выполнено. И его результат налицо. А вот еще два примера для сравнения. Present Perfect Continuous. Tom has been mending his bike all day. Том ремонтирует свой велосипед весь день. Подчеркиваем длительность действия. Действие еще не закончилось. Present Perfect. Tom has mended his bike. Том отремонтировал свой велосипед. Действие выполнено. Есть результат. Велосипед отремонтирован. Следующий случай использования перфектных времен. Пример. Тим посещает спортзал последние три месяца. В этом случае мы имеем дело с часто повторяющимся действием на протяжении какого-то периода времени, который длится до сих пор. И сейчас Тим все еще продолжает ходить в спортзал. А в результате этого он сбросил пять килограмм. He has lost five kilos. Результат мы описываем с помощью Present Perfect. Еще одно правило, которое поможет вам понять разницу между Present Perfect Continuous и Present Perfect Simple. Сравним следующее предложение. Итак, если ваше предложение отвечает на вопрос Если же в ваших предложениях акцент не на продолжительности действия, а на количестве проделанной работы, то используйте Present Perfect. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на типичные ошибки, которые возникают при изучении этих двух времен. Все эти три предложения неверны. Дело в том, что такие глаголы как Являются примерами так называемых глаголов состояния Которые не могут быть использованы ни в одном из времен группы Continuous. С такими глаголами мы будем использовать только Предлагаю вам еще три примера на рассмотрение. Не заметили ничего странного в этих предложениях? Вы только представьте себе человека, режущего себе палец на протяжении какого-то времени Или долго падающего с дерева Или долго ломающего себе ногу Такие предложения будут звучать абсурдно в Present Perfect Continuous Так как глаголы cut, fall, break и им подобные являются глаголами краткого действия То есть они не могут длиться Соответственно они не могут быть использованы в Present Perfect Continuous А только в Present Perfect Simple А вот такие глаголы как work, teach и leave Вы можете смело использовать в любом из этих двух времен И смысл при этом будет тот же С временами Present Perfect Continuous и Present Perfect Simple Мы очень часто используем такие слова как for and since We have been waiting for two hours В данном случае мы использовали слово for Потому что указываем период времени Как долго длится данное действие В то время как since мы будем использовать как точку отсчета С какого момента началось и длится данное действие Мы ждем с 11 часов Ну а теперь немного практики Поставьте видео на паузу и выполните небольшое задание Где бы вы использовали since, а где бы вы использовали for Теперь проверьте все ли у вас так, как сейчас на экране Усложним немного задачу Я буду задавать вам вопросы И выдерживать паузу, чтобы вы ответили Используя подсказки под картинками Отвечая на мои вопросы, вам придется выбрать правильное время Present Perfect Continuous или Present Perfect Simple Итак, поехали! Why are you sweating? Why are you sweating? Why are you sweating? Because I have been sweeping the floor Are the floors clean? Yes, Tim has swept the floors Are the onions ready for the pan? Yes, I have peeled them Why are your eyes red? Because I have been peeling the onions Why do you look so tired? Because I have been cutting the crust How long have you been doing this exercise? How many answers have you got right? Ответы на последние два вопроса я бы хотела увидеть в комментариях ниже этого видео Спасибо вам за внимание Надеюсь, урок для вас был полезный Увидимся в следующих видео Goodbye